Привет, мои хорошие! С вами Селена Свеи. Сегодня у нас будет видео Fixed Price новиночки! Та-дам! Кстати, вы забыли уже, наверное, об этой Love, которую я покупала тоже в Fixed Price за 200 рублей, по-моему. Сейчас она очень красиво вписывается сюда. Ну, давайте начнем. Кстати, что я приобрела? Такое интересненькое в Fixed Price. Мне захотелось это померить. Я вообще у Кристинки увидела, что она нашла какие-то прикольные очки, такие розовенькие, прям они сюда бы пошли. Но я уже не стала брать, такие же, как у нее. Но я увидела другие, смотрите, вообще крутенские. И вот. Всего лишь по 99 рублей, за то, сколько образов, фотографий, смешных видео и, может быть, каких-то еще там видео для ТикТока, отлично. Хочу скорее померить. Как это вообще? И будет ли видно мне вообще что-нибудь из-за этих очков. Очки пластмассовые, здесь они обычные, черные. Сверху такая мышура. Мышура, мышура, одеваем. Фу, воняет. Слушайте, ну я ни черта не вижу. Не, как бы я вижу образы такие какие-то, да? Но вот так я даже не вижу себя, как я там выгляжу. Ну прикольно, да? Вот для фото, например, какого-то. Или реально для праздника, для дэнс-дэнс какого-то. А если вверх поднять? Вообще. Класс? Класс. Мне нравится. Они, кстати, такие немного большеватые даже вот на меня. Так что это чисто декоративная какая-то такая вещь. Реально что-то в ней вот прикольное замутить. Вот такие очочки. Я рада, что я их приобрела. Всего 99 рублей. Мне кажется, они стоят того. И вторые очки. Это вообще гламурис-гламурис. Это со стразами полностью. Ну это прям вообще, знаете, какие-то вот каверы. Я в своем инстаграме здесь оставлю инстаграм. Я в своем инстаграме тоже каверы какие-то постоянно пою. Что-то там прикалываюсь. Ну в тикток, естественно, выставляю. Мне кажется, прикольно было бы. Блин, здесь дужки широкие только. Прям вообще они такие легкие. И вот широкие. Резиночку надо сюда прицепить. Ну-ка. Слушайте, ну видно в них примерно точно так же, как и в тех. Я вот себя вот плохо вижу. Это надо в дырочке куда-то поглядеть. Ну а в целом, да, неплохо. Я такая, кто-нибудь хочет, я хочу. А еще кто-нибудь хочет, я хочу. Слушай, ну вот эти вот, вот эти вообще как-то плохо держатся. Они даже на голове у меня не держатся. Да ёперный театр. Вот это меня вообще не радует. Вообще, на самом деле, каждый может такое сделать. Купить. Вот очки реально вот эти, наверное, я не знаю, 5 рублей стоят. Это не такие очки, которые покупаются в фикс прайсе. Можно в фикс прайсе купить очки, купить стразы, которые вообще вот на пленке, да, и обклеить. Тут обклейка вообще элементарная. Ну не знаю, вот для красоты, может, они где-то будут лежать. Короче, вот эти очки мне не очень понравились, а вот эти мне прям понравились. Я обязательно что-нибудь с ними замучу в инстаграм. Ещё необычную вещь нашла, 77 рублей. И знаете что? Это, по-моему, на айфон новый, но оно же и подходит на мой хуавей. Сейчас проверю. Мне понравилась эта кабель. 5 ватт, 1а. Длина кабеля 100 сантиметров. Короче, мне здесь понравилось что? Расцветка. Смотрите, какая зебрушка. Плотненький такой вообще. Он прям плотненький. Видите? Красивый какой. Шнур. Достаточно длинный. Я хочу, чтобы в машине такой был, потому что в машине часто там кого-то ты сажаешь, и все обращают внимание на какие-то там проводочки красивые. Вот, смотрите. С одной стороны обычный USB, а с другой, вот, видите? У меня на хуавей такая вот. Сейчас проверю, заряжает или нет. Всё супер замечательно заряжает. Я вообще довольна. Очень красиво. Там ещё, по-моему, были какие-то расцветочки. Я бы взяла все. Мне нравится. Оно прям не сильно эластичное, как обычно, да? Но я думаю, что со временем как-то он... Причём с двух сторон. Да. Со временем более эластичное ещё станет. Раз уж мы начали сейчас за автомобиль, смотрите, какую нашла штучку. Коврик антискользящий. Только он с бортами. И с телефоном. Можно ставить телефон. Это вообще супер класс. Потому что у меня на телефоне вот такая железная штучка здесь стоит. Я вообще без них теперь не могу. Знаете, есть такая в фикс-прайсе продавалась, но она быстро у меня разломалась. Вся я купила железную. Вот так она делается. То есть можно ставить телефон. Вот так вот, да? Можно её перевернуть. То есть она вот так вертится по своей оси. То есть как-то удобно поставить. Плюс эта штука железная. И у меня на панелечке такой кругляшочек тоже железный, который я покупала. Набор другой для телефона. Я чехол поменяла, естественно, тот выкинула с железкой. А тут железка осталась. И достаточно плохо они как-то соединяются, потому что отдельно покупались. В общем, телефон, если я там смотрю и по кочке какой-то еду, там смотрю, навигатор по кочке ехал, он всё время падает у меня в ноги. Меня это безумно бесит. И когда я увидела эту штучку, сначала думаю, ну антискользящий коврик надо вообще купить. У меня были те. Но этот с бортиком, думаю, прикольно. Плюс чёрный нормально. А потом смотрю, что здесь, оказывается, можно ещё просто поставить телефончик. Я думаю, вау-вау, всё беру. Сейчас проверим. Так, прорезиненный. Здесь, ну это не клей, это просто такая липкая вещь, на которую прилепится потом всё. И вот он. Здесь что у нас удобно? Если что, мы кладём телефон. Мой телефон большой, сюда вообще не помещается немножечко. Чуть больше. У меня здоровый телефон, оказывается. Ну, в принципе, он может так лежать, немножечко выглядывая, да? Другой момент, что если навигатор, опа, вообще, вообще, просто класс, просто бест. Может даже ещё и вот так стоять. Не, ну так не будет стоять вертикально. Можно так. Можно положить и вот так вот заряжать телефончик, заряжать. А то он будет лежать. Слушайте, ну я довольна этой вещью. Всего 55 рублей. Коврик антискользящий. 55 рублей. Да, надо 2-2 брать. Короче, классный коврик. Смотрите, как хорошо легла она здесь. Не съезжает. То есть телефон можно положить вот так, на зарядку, например, да? А можно его положить вот так. И ехать, прекрасно видеть, что здесь у нас, куда мы едем. Так, приближаемся к тому же пати. Помните, в прошлом видео мы с Леночкой снимали. Я купила два парика. Естественно, мой любимый цвет розовый и голубой. Я купила розовый и голубой. Но так как мне понравились эти парики, они были очень хорошо набитые. Очень красивая прическа. Ну, прям мне понравилось, да? В них можно снимать видео. Плюс я там некий лайфхак нашла. Короче, я решила купить еще два парика. Оставшихся их всего 4 цвета там. Решила взять зеленый. Вообще, я хотела оранжевый взять, чтобы сделать перевоплощение. А потом увидела зеленый. Думаю, блин, зеленый тоже прикольно. Можно куда-то использовать. Думаю, по 200 рублей всего возьму. Оранжевый не буду показывать. Ну, это точно такие же парики, как и в прошлом видео. Я ссылку на прошлое видео оставлю под видео. А зеленый можем померить, как он мне вообще. И еще я на... Ой, ля, он что, другой какой-то. Короче, мне нравится. И еще, видите, чем он отличается, вот этот вот парик, от натурального, да, какого-то. Тем, что он очень сильно блестит. Я нашла лайфхак. Можно просто напшикать присыпки. На весь парик обыкновенную детскую присыпку. Вот так вот сыпите. И он получается уже не такой блестящий, а получается прям натуральный. Сейчас покажу, сравню. Вот, смотрите, голубой парик, который я просто вот так вот прям присыпкой. Присыпала весь его, а потом просто вот так распределила по всему. Он сразу притонировал цвет волос. Для сравнения, вот, смотрите. Сколько блестящий вот этот вот. И насколько вот этот. Можно еще сверху его притонировать и будет вот. Ну, как бы естественный блеск какой-то должен быть. У нас же волосы тоже блестят. Но вот она разница. Видите? Более естественно. Так что будете видеть у меня еще в разных таких амплуа с разным макияжем. Да, бы у меня только хватало на это все энергии. Так, еще к школе много интересных вещей. Я увидела такие красивые папочки. Мне очень понравилось именно эти две. Там есть разные. Есть с пончиками, с воздушными шариками. Но мне понравилось в первую очередь вот это вот. Believe yourself. То есть, верь в себя. Здесь написано. По-моему, это так переводится. Верь в себя. Здесь вот такая вот закрывалочка у нас, открывалочка. Такой файлик, как бы, да? Файлик, но плотный. Ну, и симпатичный. У меня тут пока документы всякие разные. Я решала, думаю, блин, да надо купить тут красивое. А это вот travel. То есть, это можно вообще сюда положить. Допустим, если вы куда-то уезжаете, тоже положить документы какие-то в папочку и сверху. Такие прозрачные, хорошенькие. Мне очень понравились. Стоят такие папочки по 55 рублей всего. Обязательно посмотрите. В детском отделе, вот где карандаши, там всякие продаются ручки. Вот такое все. Еще, кстати, к ручкам и так далее. Посмотрите, какие набор гелевых ручек, каких я нашла. Красиво. Опа. Опа. Стоят 77 рублей две такие ручки, прям громоздкие. Мне стало интересно, как они пишут. Синие чернила. Там очень много, кстати, было интересных, красивых ручек. Там единорожки, фламинго белый даже. Так, вот она ручка, значит, такая красивая. Ее потереть. У нее здесь очень много всяких блестяшек. Здесь открывается. О, мои любимые ручки. Обыкновенная шариковая ручка. Но она гелевая, но она, блин, шариковая. Она плотно пишет. Да, блин, как я рада, девочки. Вот, это прям ручка, которую я люблю. Ну, она шариковая. Ну, песна гелевая, но она не как гелевые, которые вот раньше, знаете, продавались. Ну, может, она гелевая, но пишет как шариковая. Короче, я очень люблю. Она мягкая, такая жирненькая немного. Блин, все, это мои любимые ручки. Я их никому не дам. Хотя Дэнке надо одну дать. Он у меня любит рисовать, писать, забирать мои классные ручки. Блин, девчонки, ручки обалденные. Обалденные, обалденные. Обязательно купите себе такие ручки. Подобряем вселенную вообще. Дальше, если мы уже заговорили о поездках, 199 рублей появился вот такой вот Безмен. Безмен. Для того, чтобы свой багаж мерить. Электронный. Не заменим помощник в путешествиях. Удобный ремешок с пластиковой застежкой для крепления груза. Тут даже с застежкой. Ага, сейчас посмотрим. Короче, всегда, когда я отправляюсь куда-то, туда или обратно, то я все время переживаю, какой багаж брать. Потому что билеты, например, очень сильно зависят от того, какой багаж ты берешь с собой. Чтобы и ручная кладь была не слишком там сильно. Ну, ручную кладь особенно там не проверяют. Если видят так по объему, нормально. Вот. Но что касается багажа, чтобы не было перевеса. Потому что если перевес, ты обычно очень много доплачиваешь. Короче, я давно хочу себе такой Безмен. Хотя бы дома взвешивать вещи. Но так с собой носить и ездить с ним замечательно. Есть там белый, черный. Я решила взять такой яркий, синий. Все, вытащили. Вытащили вот такую пленочку. Закрываем. Мы берем наш чемодан. Просто вот открываем. Защелкиваем наш чемодан. Закрываем за ручку. И вот так поднимаем. Очень удобно. И тут видим, что у нас получается. Например, давайте натяжение сделаем. Вот вам, пожалуйста. Классная штука, я вам скажу. Офигенный Безмен. И он легенький. Его можно с собой возить. Это очень нужная вещь. Для тех, кто часто путешествует. Вот сейчас 8 килограмм и 6 у меня в чемодане. Что-то там храню. Ну, а теперь пройдемся немного по бьюти. Видите, что я тут новенькое нашла. Значит, первое. Это, смотрите. Щетка электрическая. Я не видела в экспрессе электрических щеток. Еще и сменные. 99 рублей. Я подумала, обязательно нужно девочкам моим продемонстрировать и попробовать. Я пользуюсь вообще щеткой Орел Би. Мы ее там около 3000 покупали. Сменные насадки стоят там тоже недешево. Но мы ими. У нас вся семья ими пользуется. А тут я нахожу такую электрическую щетку. Давайте почитаем. Круглая щетка-головка одна. Место крепления насадки. Встроенный моторчик. Эргономичная комфортная ручка. Поворотный переключатель. Это что такое? А, то есть вот эту штучку вертишь, да? Чтобы переключить. Необходимо вставить батарейку. Подходит для чувствительных зубов. Пишет еще. Давайте откроем. Вставить батарейку. Только бы не сломать раньше времени. Да, я должна эту штуку повернуть. Во. Блин, она очень жестко поворачивается. На open. Здесь такое вот деление вот такое небольшое. На open стоит. Я должна сейчас открыть. Она не открывается. Ой, пошла, по-моему. Пошла. Ох. Плотненько, видимо, закрывается. Специально, чтобы водичка туда не попала. Пойду возьму батарейку. Батарейка сюда идет обычная. Пальчиковая. Так, теперь разоберись, где плюс, где минус. Не видать. Где подсказки? Обычно я понимаю, где пружинка, всегда плоская сторона к пружинке. Но здесь непонятно, если честно. Ну, здесь не пружинка, а здесь типа лопатка какая-то. Я думаю, это оно. Проверим мои догадки. Е-е-е. Ху-у, я догадалась. Так, ну что. Блин, мне не нравится, что это очень сложно все. Очень сложно передвигать, перетаскивать. Ну, вы понимаете, да? Перекручивать вот это. Силу нужно применить, чтобы прокрутить это все дело. Это надо пробовать в ванне. Она вибрирует очень-очень сильно прям. И давайте проверим теперь, как сменить. Опа. Вторая у нас вот такая, обычная. Но тоже вибрирует сильно. Короче, почищу потом зубы и скажу, как вам. Ну, вообще. Ну, 99 рублей, мне кажется, ну, как бы можно попробовать. Прикольная. Но она вся, конечно, такая, знаете. Допустим, у Oral-B, она вся такая там легко открывается. Такая вся. Ну, прям видно, что круто. А здесь видно такой пластмасс. Тут надо применить силу. Тут надо применить силу. Такая дешевая, понятное дело. Но если она работает и чистит зубы хорошо, то почему бы нет? Так, ну что, я взяла, нанесла сейчас пасточку немножечко. И вот сейчас я снимаю одной рукой. Мне кажется, неудобно вот так включать. Ой, удивительно. Включила. Ой, мама. По мне, так, вибрация этой щетки очень сильная. Аж стучит по зубам. Мы вот пользуемся вот такой щеткой. Oral-B. И она, ну, реально крутая. А там еще вот эта, которая круглая, маленькая. Она, честно говоря, какая-то маленькая. И неплотная. Такая вот сама щетка. Поэтому я такой пользоваться щеткой не буду. И еще я приобрела вот такой вот Mango Tonic Mist. Это такое средство, которое можно применять ежедневно на свое лицо. До косметики, после косметики. Короче, по несколько раз пшикать. У меня есть вообще корейская косметика. У меня есть корейские спреи, вот такие мисты. Один закончился. Я теперь сильно печалюсь. Поэтому я этот купила. Думаю, просто проверю, пока я тот закажу. Еще у меня просто один остался. Тоже корейский. Он для проблемной кожи. Ну, в принципе, мне все нравится. Здесь я смотрю, что водичка такая, знаете, не прям водичка. Она немножко такая маслянистая, возможно. Не знаю, входит в состав тут масло или нет. Но во всяком случае... А, ну да, да. Пузырьки, они такие, не очень быстро, как в воде поднимаются вверх. Они вот как-то плавно так поднимаются. Мельчайшие капли Tonic Mist комфортно распределяются по коже. Мельчайшие капли. Девочки, здесь нет микрораспыления. Я первый раз, когда думаю, наверное, на лицо микрораспыление, я такая на радостях беру, открываю и просто в глаз себе струей огромной. Это, конечно, вообще... Я попыталась перелить в свой другой баллончик, но, к сожалению, там совершенно другая вот эта штучка. Она не откручивается, как здесь. Ее там надо как-то открывать сложным путем. Я пока не выкинула еще, но посмотрим. Но это не микрораспыление, ни хрена. Если, конечно, сдалека, вот так вот, подальше еще, ну, не прям... Прям, ну... Микрораспыление, это если вот так вот, смотрите, сколько тут сантиметров. Полметра, мне кажется, между мной и флаконом. И еще чуть-чуть вверх, чтобы он как бы падал тебе вверх, понимаете? Но ни в коем случае вот так вот, как я тем делала, нет. Здесь не микрораспыление. Запах очень приятный. Экстракт манго смягчает кожу, повышает ее эластичность и предупреждает появление морщинок. То, что надо. Тоник мист эффективно ухаживает за сухой чувствительной кожей, восстанавливает липидную мантию и активизирует процесс регенерации. В результате регулярного применения кожа приобретает свежий и сияющий вид. И вот ежедневно, по мере необходимости, распыряйте по всей поверхности кожи. Можно использовать поверх декоративной косметики для любого типа кожи. В принципе, то, что я сейчас сделала. Запах приятный, в принципе, мне нравится. Пока буду использовать, но классно было бы, чтобы действительно было микрораспыление. Здесь оно не микро. Все, мои хорошие, это были все покупочки на сегодня. Надеюсь, мой обзорчик вам понравился. Если так, если вы видели что-то прикольненькое, зачем хотите отправиться в фикс прайс, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях. Стапэ! Стапэ! И еще одна! О! Чуть не забыла! Та-дам! Декоративная подушечка! Я увидела буквально на днях, вот. Буквально вчера зашла в магазин и увидела такую подушечку. Единственное, что она была одна, не было выбора какого-то. Стоит она 200 рублей, 199. 38 сантиметров она. И с другой стороны она какого-то непонятного цвета. Такая, знаете, серо-бурокозюлевая. Вот реально. Сделали бы он уже розовенький или еще что-то. Ну вот так можно ее. Я ее взяла специально для декора. Она безумно понравилась моему Деньке. Он, когда ее увидел, он ее и ногами туда залез. И такой, мама, вы, вы, высвободи меня. И на голову он ее одел. Ходил вот так. И на руку он ее вот так надел. Короче, она ему очень понравилась. Вот эта плюшка. Но я ее взяла для декора. И, возможно, я возьму еще. Потому что, по-моему, очень прикольненько она смотрится. Да? Вот. Мягенькая. Синтепон там, видимо. Но этой стороной не очень, да? Какая-то какашка. Все, мои хорошие. На этом обзор мой закончен. Надеюсь, мое видео вам понравилось. Если так, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Пишите в комментариях, что бы вы хотели, чтобы я приобрела еще в фикс прайсе. Особенно, если вы что-то брали и вам очень понравилось. Чтобы я тоже попробовала это обязательно. Ну, я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. 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 Пока-пока.